Мир полон абсолютно непонятными славосочетаниями. Например, немецкий язык. Кто-нибудь пробовал печатать русский текст, когда включен английский шрифт? Вот то, что получается, это и есть немецкий язык. Вы еще вспомните мои слова. Китайская речь. Китайскую речь все слышали. На китайском люди во всем мире общаются с грудными детьми. Сами китайцы так разговаривают постоянно. Французские поцелуи. Французские поцелуи одинаково хорошо делают и в Молдове, и в России, и даже в Никарагуа. Так что Франция здесь ни при чем. Да и поцелуем это назвать сложно. Американский доллар. Американский доллар это лучший способ оплатить французский поцелуй после евро. Причем как в Молдове, так и в России, и в Никарагуа. Ливерпульская четверка. Ливерпульская четверка, как и ливерная колбаса, сейчас никому не известны. А раньше их знали все, и на них было невозможно попасть. Ливерпульская четверка это великолепная пятерка, минус один, плюс гитары. Англосаксонский марксизм. Сами слова указывают на то, что ничего хорошего эти слова не могут означать. Так что можно использовать как ругательство. Филиппинские хиллеры. Филиппинские хиллеры это армяне, переехавшие на Филиппины. Африканский вождь. Африканский вождь сидит на троне, весь в перьях, ничего не понимает, поэтому все время молчит. В каждой семье есть свой африканский вождь. Он сидит перед телевизором и пьет пиво. Когда африканские вожди собираются вместе, это саммит большой восьмерки. Эстонские парни. Эстонские парни не тормоза. В Эстонии просто народная обувь, лыжи. Итальянская мафия. Итальянская мафия это армяне, переехавшие в Америку. Русская водка. Русская водка вкусная. Из всех алкогольных напитков только ее не пьют, а жрут. Казахстанская долина. Казахстанская долина это Диснейленд для взрослых казахов. Долину вывозят за границу большими партиями, по кустам и в небольших пакетах. И это называется увезти частичку Диснейленда с собой. Покурить в домашних условиях. Украинское сало. Украинское сало это национальная валюта Украины. И оно хранится в государственных салозапасниках. Сало можно обменять на русскую водку и билеты в Диснейленд. Белорусский батька. Белорусский батька это бог картофеля. Он не любит колорадских жуков и представителей остальных штатов Америки тоже. Молдавский гастарбайтер. Молдавский гастарбайтер это торговый агент молдавских вин и строительных училищ за рубежом. Игорь, грубо говоря, специально для вас. Комедипарк Кишинев. Стайл. АПЛОДИСМЕНТЫ